Притягательность и стильность внешнего вида приусадебного участка во многом зависит от того, как он оформлен. Аккуратность и чистоту линий цветников и газонов превосходно подчеркивают дорожки и площадки, вымощенные брусчаткой. Брусчаткой оформляют практически любую площадку и везде она гармонично вписывается в природный ландшафт приусадебного участка. На сегодняшний момент существует довольно ограниченное количество материалов для мощения. В зависимости от материалов, которые используются для изготовления брусчатки, она делится на несколько типов – клинкерную, каменную и бетонную. Бетонная брусчатка – распространенный вид брусчатки, изготавливают ее из бетона и примесей путем вибрационного литья. Клинкерная брусчатка – это, грубо говоря, кирпич. Такую брусчатку получают после обжига специальных пластичных глин в доменных печах. Гранитная брусчатка по праву считается наиболее прочным и долговечным дорожным покрытием. Такая брусчатка изготавливается из природных натуральных камней. Гранит вообще что такое? Это самый прочный камень после алмаза. У него первые признаки разрушения происходят через 300 лет. Для мощения она идеально подходит. Гранитная брусчатка считается наиболее престижным материалом с ореолом аристократизма. Брусчатка превосходит все строительные материалы по способности противостоять атмосферным окислительным процессом. Брусчатка из гранита всегда была популярна и со временем это стало сильным брендом. Производить укладку брусчатки на придомовую территорию можно на длительное время. Традиционные способы и методы укладки не являются тайной, поэтому вымостить покрытие можно своими руками, приняв во внимание полезные советы от мастеров. Нужно укладывать на пескобетон, это сухая смесь марки М300. Вы должны рассыпать пескобетон по уровню от 30 до 80 мм, в зависимости от того, как вам нужно выйти в нулевые отметки. После того, как вы уложили брусчатку, ее нужно водой оросить, то есть сделать так, чтобы пескобетон схватился. Брусчатка схватится, а на следующий день просыпать швы также пескобетоном. Очень тонкий момент. Так как грань колотая, и если оставить пескобетон и не убрать излишки, то он впитается. Ну, он и будет, да, цементный налет. Обязательно смести все излишки. Потом опять же так пролить водой. Тогда она схватится, пескобетон, и снизу, и со швов. Один за другим укладываем камешки, хорошенько забивая их в цементно-песчаную смесь. Очень важно здесь выдерживать плоскость. Ее нужно контролировать либо все теми же натянутыми нитками, либо длинной ровной рейкой.